После задержания мы повели в автозак, там все звонили в УВД-инфо, рассказывали имя, фамилию, ну все как полагается, как рекомендуется. Потом нас привезли в УВД и там уже стали оформлять бумаги. Ну и когда все оформили, мы сразу же протокол составили об административном нарушении. К нашему эфиру присоединяется мой коллега Тимур Олевский, который, собственно, работал на этом митинге, который интервьюировал вас и оператор которого снял эти кадры. Тимур, с нами на связи? Верховес, в годах. Вот слышу уже голос и уже вижу Тимура. На связи, да. Тимур, какое у тебя впечатление от того, что произошло? Ну, там на самом деле ОМОН действовал в понятной схеме. Они выбирали всех людей, которых они считали участвуют в акции, и если даже никто ничего не делал, просто вводили в автозак и вариантов сопротивляться практически не было. Просто у Марка была особенная ситуация, а его вел один ОМОНовец, на всех просто не хватило, всех ОМОНовцев, так много было людей. И я обратил на это внимание в какой-то момент в процессе разговора и хотел подчеркнуть, что Марк не сопротивляется. Он действительно не сопротивлялся. Как вы здесь оказались? А потом акция закончилась, пошли гулять. И вот я здесь пришел. Пришел в Макдональдс поел, и сейчас вот просто ушел уже все. И просто берут задержку, просто так. Я так понимаю, что вы не особо сопротивляетесь, если вас один сотрудник ведет за руку. Ну и вот молодой человек попытался убежать, и вы видите, что... Все задерживаются. Вратно, подружки. Все происходило вот как происходило. Потом Марк вырвался. Кстати, я хотел спросить, Марк, а почему вы приняли такое решение? Это из-за того, что я вас спросил? Наверное, да? Я вас так неуклюже спросил, что вы решили, что надо убежать. Я бы сказал так. Мое задержание было незаконным, опять же, как я говорил. И я считаю, что имею полное право пытаться вырваться и убежать. Ну, вопрос, конечно, был не самый удачный, и можно было спросить про взгляды, опять же. А про взгляды мы сейчас поговорим. Я бы сказал, что я не стал перекладывать свою ответственность. Ну, то есть я считаю, что я могу так сделать, и я так и сделал. А почему вы считаете, что так нужно делать? У вас вообще были довольно нервные, это я видел. То есть для вас это был большой стресс, я правильно понимаю? Ну, стресс не знаю, но это как минимум неприятно, то, что опять задержат. Ну, это же все незаконно, так что тут с таким мириться я не знаю как. Давайте договорим наш разговор, который... Спасибо тебе большое, что дала мне эту возможность. А почему вы там оказались? Ну, потому что я поддерживаю... Как раз хочется поговорить о взглядах. Я поддерживаю, потому что я кандидатов, которых незаконно снимают с выборов. Опять же, сколько было видеообращений людей, которые ставили подпись, а их подписи признаны недействительными. Ну и опять же, тут целая куча причин. Там коррупция, ложь по федеральным каналам, безнаказанность чиновников. Опять же, суды, которые работают непонятно как. Вот, например, я был уже на суде за акцию 3 августа. Там суд, это просто ужас. Там свидетель, который на самом деле ничего не видел, а суд верит ему и пишет все с его слов. А мои доводы про Конституцию, про постановление Конституционного суда Российской Федерации, суд даже не отражает в постановлении. Еще раз хочу сказать, что очень рад, что с вами все в порядке. Я надеюсь, все будет хорошо в суде. И простите меня, если я невольно стал виновником того, что вас задержали повторно. Ну, а вы вырвались. Но я хочу вот что спросить. Слушайте, вы студент, притом такой, знаете, в МФТ и не глупые люди учатся. Как относится к вам руководство? Какие-то проблемы есть здесь с вашей активностью, Леонидом? С моей активностью? Да, нет. По крайней мере, я их сейчас не встречал. Я бы сказал, что у нас довольно-таки в целом люди оппозиционно настроенные. И на месте руководства ВУЗа это была бы плохой идеей как-то прижимать права студентов, которые участвуют в акции. Физики и математики люди оппозиционно настроенные. Так я могу понять ваши слова, да? Да, ну, опять же, есть люди разные, но в целом, да. А вы? Ир, да. Что ж, спасибо вам, спасибо, Тимур, тебе, спасибо, Марк, вам. Я напомню только, что с нами на связи был Марк Князев, студент, и мой коллега Тимур Олевский, который снял эти кадры, которые, собственно, облетели уже множество эфиров. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.